Доброе утро! 25 февраля, четверг. Сегодня очень вкусный праздник, день арахиса в шоколаде. Такое лакомство очень легко приготовить самим. А можно просто купить всем известные конфетки в желтой упаковке. Это программа «Мое утро» в студии Александра Сулимская и мы начинаем. Конфетки это, конечно, хорошо, да и пирожки и булочки неплохо, но все эти вкусняшки откладываются на бедрах. Как избежать побочного эффекта от сладкого в нашем сюжете? Для того, чтобы стать обладательницей аппетитных ягодиц, не обязательно посещать тренажерный зал. Наш комплекс упражнений для тренировки на улице поможет вам прокачать ягодичные мышцы по полной. Болгарские выпады. Исходное положение. Подойдите к невысокой скамье. Одну ногу закиньте на край скамьи, а другой сделайте шаг вперед. Спину держите прямо. На вдохе опускайтесь вниз до тех пор, пока бедро не станет параллельно полу. На выдохе вытопнитесь в исходное положение. Выполните 20 повторений для одной и 20 для другой ноги. Зашагивание на скамью с выпадом. Сделайте глубокий вдох и поставьте ногу на скамью. На выдохе вытолкнитесь опорной ногой вверх, шагнув на скамейку. Продолжайте движение толкающей ногой вперед до уровня груди и обратно. Сойдите со скамейки на вдохе и опуститесь в выпад, заведя неопорную ногу назад. Повторите упражнение по 15 раз для каждой ноги. Прыжки по лестнице. Подойдите к лестнице, поставьте ноги на ширине плеч, носки слегка разверните в стороны, спину держите ровно, руки перед собой. На вдохе опуститесь в пресет, а на выдохе мощным рывковым движением вытолкнитесь вперед и вверх на следующую ступеньку. Аккуратно приземлитесь в пресет и повторите движение еще 20 раз. Приседание с махом ноги. Исходное положение. Встаньте прямо, поставьте ноги чуть шире плеч, носки разверните, выпрямите спину, руки держите перед собой. На вдохе присядьте, уведя таз назад, колени не выводите за носок. На выдохе вытолкнитесь в исходное положение и сделайте мах одной ногой вверх, прожав ягодицу. Выполните 20 повторений на одну и 20 на другую ногу. Скрестные выпады. Вернитесь в исходное положение предыдущего упражнения. На вдохе сделайте выпад одной ногой, уведя ее по диагонали назад. Опуститесь вниз и коснитесь коленом земли. Не уводите колено опорной ноги дальше носка. Угол в колене должен быть прямым. Спину держите прямо, руки вытяните перед собой. На выдохе вытолкнитесь в исходное положение. Повторите упражнение по 15 раз для каждой ноги. Выполняйте этот комплекс 2-3 раза в неделю. Будьте в форме! Каждый из нас пытается сделать свою жизнь дома более комфортнее. Но не всегда это получается. Не хватает знаний или смекалки. Предлагаем вашему вниманию полезные советы на каждый день. Мелкие бытовые проблемы часто доставляют неудобства и портят настроение. Чтобы вы смогли этого избежать, мы приготовили для вас очередную порцию лайфхаков, способных облегчить вашу жизнь. Если молния на любимых брюках расстегивается в самые неподходящие моменты, попробуйте обработать ее лаком для волос. Дождитесь высыхания и готово! Некоторые цветы, например сирень, обычно недолго радуют своей свежестью, когда оказываются в вазе. На этот случай у нас есть решение. Добавьте в воду несколько чайных ложек сахарного песка. Так цветы простоят дольше. Если ваша домашняя библиотека пустеет, а вы не помните, кому одолжили книги, воспользуйтесь следующим советом. Перед тем, как дать кому-нибудь почитать книгу, сфотографируйте ее на телефон вместе с человеком, который ее забирает. Так, при необходимости, вы всегда сможете попросить вернуть книгу. Чтобы почистить клавиатуру ноутбука, вам необходимо выключить его, а затем пройтись по клавишам жесткой строительной кистью. В завершении протрите клавиатуру ватным диском, немного смоченным спиртом. Для того, чтобы в крупах на кухне не заводились жучки, положите в шкафчики очищенные зубчики чеснока. Это отпугнет насекомых и сохранит крупы. Если вас беспокоит неприятный запах из холодильника, поставьте внутрь емкость с небольшим количеством соды. Она отлично поглощает запахи. Кроме того, раствор соды также можно использовать для мытья холодильника. С приходом теплой погоды появляется проблема неприятного запаха из обуви. Победить его способна обычная пищевая сода. Однако есть еще один лайфхак. Высушите обувь, если она влажная. Заверните в пакет и положите в морозильную камеру на несколько часов. Низкая температура убьет микробы, а заодно и неприятный запах. Надеемся, что наши советы помогут вам сэкономить время и потратить его с пользой. Самая любимая деятельность ребенка – это игра. В ней малыш создает свой особенный мир. Кинетический песок прекрасно подойдет для этих целей. Предлагаем вам несколько идей игр с этим материалом. Кинетический песок на сегодня – одна из самых популярных игрушек. Кроме того, что он отлично развивает моторику и может стать материалом для всевозможных развивающих игр, то он также способен снимать эмоциональное напряжение и развивать фантазию. Этот материал – прекрасная основа для множества игр. Именно поэтому мы решили создать серию роликов с идеями для занятий с кинетическим песком. В сегодняшнем видео мы покажем вам шесть идей, которые прекрасно подойдут для детей, которые только начинают знакомство с этим необычным песком. На первый взгляд, кинетический песок напоминает влажный морской песок, но когда берешь его в руки, появляются его необычные свойства. Он течет сквозь пальцы и в то же время остается сухим, совершенно не пачкает руки. Этот материал очень чутко реагирует на прикосновение и от одного касания, казалось бы, крепкая конструкция начинает медленно рассыпаться. Так что не удивляйтесь, если это изобретение станет предметом не только детского восторга, но и вашего. Первая игра, которую мы продемонстрируем, это классическое занятие с формочками. Необычным остается разве что материал. Раскатайте песок скалкой или сформируйте плоскую лепешку руками. Можно использовать специальные фигурки для пластилина, продающиеся в детских магазинах, или же обычные формочки для печенья. Параллельно мы советуем изучать цвета и название предметов. В любой игре обязательно введите диалог с ребенком. Маленьким исследователям всегда нравится что-то находить. Предложите ребенку сыграть в прятки. Разложите мелкие игрушки на слой песка и спрячьте их. Крохотным ручкам будет очень весело. Проверено. Третья игра хорошо знакома всем любителям песочницы. Это обожаемые детьми куличи. Только теперь для игры с ними не обязательно отправляться на улицы. Подключите к этому процессу изучение понятий большой-маленьким. Еще один чудесный способ использовать генетический песок – это игра со штампами. Наш сегодняшний материал станет отличным холстом для этого вида детского творчества. Экспериментируйте с разными предметами. Мы используем геометрические фигуры. Но нет никаких ограничений. Это могут быть животные, растительный мир. Или какие-то другие предметы. Любой из вариантов будет полезен для общего развития вашего ребенка. Все знают, что ночь ребенку не игрушка. Но навыки владения им – очень полезное умение, развивающее координацию движений и мелкую моторику. Так что смело запасайтесь пластмассовыми инструментами и начинайте резать воображаемые тортики, колбаски и бутерброды. Детям очень нравится взрослые занятия и собственная самостоятельность. Краны, бульдозеры, бетоновозы, экскаваторы очень нравятся мальчикам и некоторым девочкам. Используйте строительную технику для ролевых игр с кинетическим песком. Можно придумать массу сюжетов и строить, копать, перевозить. Впрочем, ваш маленький строитель сам поймет, что надо делать. Надеемся, наши идеи были полезны для вас. А мы уточним, что играть с кинетическим песком можно начинать с детками от полутора года. Конечно, этот материал не съедобный. Так что, если ваш ребенок любит пробовать все на вкус, то тщательно следите за ним во время игр и занятий. Ну вот и подошел к концу наш сегодняшний выпуск. С вами была программа «Мое утро». До завтра! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!